Продолжение следует... ...буквы D как в латинском алфавите, так и в кириллице. А с буквы D начинается слово Danger, то есть опасность. Основное предназначение предупреждающих дорожных знаков – это предупреждение об опасности. Как вы сами понимаете, предупреждать необходимо заблаговременно. А заблаговременно – это когда? Сколько? Предупреждающие дорожные знаки в ненаселенных пунктах устанавливаются на расстоянии от 150 до 300 метров, а в населенных пунктах – от 50 до 100 метров. Вы можете сказать, что этого маловато для того, чтобы предупредить водителя об опасности, тем более, что водитель движется на высокой скорости. Однако вы не учитываете расстояние видимости самого предупреждающего знака. Сперва водитель видит треугольник на большом достаточно расстоянии, не различая еще точно, что нарисовано внутри треугольника. Затем он начинает различать пиктограмму черного цвета на поле знака и уже понимает, о какой конкретно опасности идет речь. И у него остается и время, и расстояние для того, чтобы как-то среагировать на предупреждение об опасности. Дело в том, что предупреждающие дорожные знаки по своему назначению требуют от водителя принятия мер, соответствующих дорожной обстановке. Как правило, это снижение скорости. Снижение скорости позволяет уменьшить длину тормозного пути, а также в случае необходимости более безопасно маневрировать. Итак, подробнее изучим все предупреждающие дорожные знаки. Повторю, что предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятие мер, соответствующих дорожной обстановке. Как видите, основная масса предупреждающих знаков имеет форму равностороннего треугольника. Знаки с желтым фоном относятся, как мы с вами уже знаем, к временным дорожным знакам. Итак, к предупреждающим знакам относятся следующие. Железнодорожный переезд со шлагбаумом в виде пиктограммы с забором, ну то есть ограждения. Вне населенного пункта данный знак устанавливается за 150-300 метров до железнодорожного переезда, оборудованного шлагбаумом. Причем этот знак относится к повторяющимся знакам вне населенных пунктов. Повторный знак устанавливается на расстоянии от 20 до 50 метров до железнодорожного переезда. В населенных пунктах такие знаки устанавливаются на расстоянии от 50 до 100 метров до железнодорожного переезда, оборудованного шлагбаумом. В случае необходимости дорожный знак устанавливается совместно с табличкой, указывающей расстояние до железнодорожного переезда. Табличка применяется в тех случаях, когда знак невозможно установить на положенном расстоянии по каким-либо причинам. Допустим, недалеко от железнодорожного переезда расположен перекресток. Соответственно, знак устанавливается только на возможном расстоянии и табличка указывает точное расстояние до переезда. Основное время шлагбаум открыт. Закрывается шлагбаум при приближении железнодорожного транспортного средства. Многие железнодорожные переезды оборудуются запасными шлагбаумами, которые дежурный по переезду, либо составитель поезда, закрывают в случае неисправности автоматического шлагбаума. Посмотрим с вами, как этот знак выглядит за границей. То есть в некоторых случаях мы видим уменьшение количества штакетин в заборе. Какие-то знаки достаточно похожи на наши, какие-то идентичны. В Польше предупреждающие знаки имеют желтый фон, как наши временные. Но не только в Польше. В некоторых странах Европы, наоборот, считается, что желтый фон – это знак постоянный, а белый фон – знак временный. Следующий знак – железнодорожный переезд без шлагбаума. Также вне населенного пункта устанавливаются за 150-300 метров до переезда, а повторный вне населенного пункта – за 20-50 метров. В населенных, как мы с вами уже знаем, от 50 до 100 метров. Знаки могут установляться также на нестандартном расстоянии с табличкой 7.1.1. Кстати, табличка 7.1.1, указывающая точное расстояние до начала опасного участка, может применяться и на стандартных расстояниях, если начало опасного участка находится в ограниченной обзорности. В случаях, если переезд находится на небольшом расстоянии в стороне от дороги за поворотом на перекрестке, он применяется в знак с табличкой, указывающей направление движения до переезда или точное расстояние до него. В мире достаточно небольшое количество переездов дорог с трамвайными путями. Один из таких переездов расположен в Витебске. Как видите, трамвайный путь проложен через железнодорожный под прямым углом. Когда вы приближаетесь к железнодорожному переезду, оборудованному шлагбаумом или необорудованному шлагбаумом, вы должны усвоить для себя одно правило. Никогда не выезжайте на переезд при приближении железнодорожного транспортного средства. Посмотрим паровозики за границей. Вот латвийский паровозик, польский, чешский. Как видите, паровозиков достаточно много, разные по форме. И далеко небольшое количество стран применяет изображение современного железнодорожного транспортного средства. В основном действительно мы видим какой-то паровозик. Дорожный знак в виде Андреевского креста с красной окантовкой обозначает однопутную железную дорогу. Вообще, раньше этот знак назывался железнодорожный переезд и устанавливался непосредственно на границе железнодорожного переезда. Он и сейчас обозначает границу железнодорожного переезда. Просто у него появился брат, который называется многопутная железная дорога. То есть знак, дополненный вот таким вот шеврончиком снизу. Вот так вот выглядит однопутная железная дорога. Таким вот образом, как я вам уже говорил, знак однопутная железная дорога обозначает границу железнодорожного переезда. Видим, знак может устанавливаться на одной опоре со светофором. Кстати, обратите внимание, как неправильно остановился водитель этого автомобиля, он должен был остановиться на запрещающий сигнал перед стоп-линией, а не заезжать на нее. Ну и таким вот образом выглядят знаки в некоторых странах. Мне доводилось слышать, что водитель при проезде переезда с одним путем может возобновить движение практически сразу после проезда железнодорожного транспортного средства. На самом деле так поступать очень и очень опасно. Если проехал маневровый состав, то он может остановиться и поехать в обратном направлении, особенно если это подъездной путь, либо железнодорожный путь находится в горловине станции. То есть совершаются маневры и поезд может двигаться вперед, назад, расцепляться и так далее. То есть в любом случае перед началом движения необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. В одном из старых фильмов была ситуация, когда у поезда, скажем так, не было возможности остановиться. В догонку ему был пущен локомотив, который должен был зацепиться с ним и включить тормоза, соответственно, затормозить весь состав. Так вот, после проезда первого поезда, у которого тормоза не были задействованы, водитель не стал дожидаться, когда погаснет светофор, он подумал, что это просто неисправность какая-то и возобновил движение. И, как сами понимаете, совершил столкновение с тем самым вторым поездом, который был спасателем, должен был затормозить второй состав. Вот такая вот однопутная железная дорога. Любой железнодорожный переезд – это объект повышенной опасности. Запомните это. А теперь о многопутной железной дороге. Перед нами двухпутная железная дорога, достаточно распространенное явление. Чем опасен многопутный железнодорожный переезд? В первую очередь, он опасен тем, что когда вы пропустили один железнодорожный состав, из-под него, в условиях ограниченной обзорности, может выехать встречный состав. То есть, когда водитель посчитал, что уже опасность миновала, можно возобновлять движение, тут в условиях ограниченной обзорности, на высокой скорости, вылетает другой состав. Поэтому, после проезда железнодорожного состава на многопутной железной дороге, необходимо подождать какое-то время, пока поезд прошедший удалится, и вы сможете убедиться в отсутствии приближающегося состава с другой стороны. А теперь познакомимся со знаками приближения к железнодорожному переезду. Устанавливаются эти знаки по принципу обратного отсчета. То есть, мы сперва видим цифру 3, затем 2, потом 1. Первый знак, троечка, ставится в 150-300 метрах от переезда. С одной черточкой ставится в 20-50 метрах от переезда. С двумя черточками ставится посередине фактического расстояния между первым и вторым знаком. На дорогах большой интенсивности, либо если количество полос движения больше двух, в условиях ограниченной обзорности, эти знаки ставятся еще и с левой стороны, только с противоположным наклоном. Принцип какой? Наклон стрелочек всегда показывает на расположение проезжей части дороги. Вот знаки, которые устанавливаются с левой стороны. Точно так же 3, 2, 1. То есть, приближаясь к железнодорожному переезду, водителя вне населенного пункта предупреждают четырежды. То есть, мы видим сперва знак с тремя полосками, с двумя полосками, с одной полосочкой. И затем непосредственно мы увидим крест, который будет обозначать границу железнодорожного переезда. Принцип обратного отсчета. 3, 2, 1. Ну и, собственно говоря, крест. Пересечение с трамвайной линией. Устанавливается в случае пересечения с трамвайными путями вне перекрестка, либо на перекрестке с ограниченной обзорностью. Также часто ставится на перекрестках. Если сразу за поворотом, либо сразу за съездом с перекрестка, мы будем пересекать трамвайные пути. Очень часто в таких случаях происходит столкновение, особенно с попутно движущимися трамваями. Либо с трамваями, которые двигаются на тот же самый сигнал светофора, что и мы при повороте. Будьте внимательны. За границей вы также можете видеть самое большое разнообразие таких знаков, на которых будут изображены как старые, так и более современные, может быть, трамваи. Ну, либо совсем очень смешные, такие мультяшные, как вот мы видели в детстве. Кстати, для справки. По нашим правилам дорожного движения, пересечение с трамвайными путями не является железнодорожным переездом. Хотя по конвенции о дорожном движении, такое пересечение будет считаться железнодорожным переездом. Во многих странах пересечение с трамвайными путями оборудуется точно так же, как и обыкновенный железнодорожный переезд, особенно на скоростных участках. Конец дороги с усовершенствованным покрытием. Переход дороги с усовершенствованным покрытием в гравийную или грунтовую дорогу. Опасность здесь состоит в том, что водитель, во-первых, двигаясь на высокой скорости, может для себя внезапно оказаться на участке дороги, где коэффициент сцепления будет гораздо ниже. То есть это потеря управляемости автомобиля в каких-то ситуациях. Резкое увеличение длины тормозного пути. Кроме всего прочего, эта дорога может быть просто очень неровной, и вы можете повредить подвеску своего автомобиля на таком участке. Поэтому заблаговременно снижаем скорость до того момента, пока вы не убедитесь, насколько изменяется, ухудшается качество дорожного покрытия. Пересечение с круговым движением. Здесь у нас двоякая опасность. Первое. Это то, что выезжая на круг, нам придется резко поворачивать рулевое колесо сперва вправо, а затем влево. На высокой скорости такой маневр может закончиться опрокидыванием. Поэтому, естественно, необходимо снижать скорость движения перед такими перекрестками. Перекрестки с круговым движением во многих странах, а с недавнего поры и у нас, используются как успокоитель движения. То есть водитель так или иначе вынужден снижать скорость. То есть такой вот круглый спящий полицейский, можно было бы сказать. Тем более, что действительно некоторые части круга выполняются таким образом, что на них можно заехать задними колесами. Вторая опасность состоит в организации дорожного движения. Дело в том, что мы заблаговременно не знаем, перекресток с круговым движением это будет главная дорога или второстепенная. Или часть перекрестка с круговым движением будет главной, а часть второстепенной. То есть здесь еще нам необходимо будет разобраться в очередности проезда такого перекрестка, на котором организовано круговое движение. Посмотрим на европейские примеры. Видим те же самые круги, только может быть с более узкими стрелочками, еле заметными, ну а где-то наоборот хорошо читаемыми. Светофорное регулирование. Данный знак устанавливается перед перекрестком или пешеходным переходом, либо перед любым другим участком дороги, движения на которых регулируются светофором. Где устанавливается этот знак? Этот знак традиционно устанавливается перед первым светофорным объектом после въезда в населенный пункт. Дело в том, что двигаясь вне населенного пункта, водитель отвыкает от того, что вообще движение может регулироваться светофором. Он ориентируется только по знакам и разметке. Именно поэтому на знак и наносится изображение светофора, которое как бы переключает внимание водителя со знака на светофор. Точнее, как бы дополняет, что нужно смотреть не только на знаки, но вот с этой отметки мы еще смотрим на светофоры. По той же самой причине, такой знак применяется вне населенных пунктов. То же самое для того, чтобы дополнительно сообщить водителю, что движение на этом участке регулируется при помощи дорожных светофоров. В населенных пунктах данный знак устанавливается перед светофорными объектами, находящимися в условиях ограниченной обзорности, когда мы на достаточно большом расстоянии не можем увидеть сигналов светофора. Разводной мост или паромная переправа. Данный знак относится также к числу повторяющихся вне населенных пунктов. Первый устанавливается за 150-300 метров, повторный за 20-50 метров до разводного моста или паромной переправы. Понятное дело, что данный участок дороги является очень опасным. Может так получиться, что дальнейшей дороги просто нет, если это паромная переправа. То есть в любом случае придется останавливаться. Равно как и мост может быть разведен в данный момент или может начаться разводка моста. Поэтому вы должны смотреть на другие технические средства организации дорожного движения, руководствоваться требованиями специальных светофоров, которые, возможно, стоят перед паромной переправой или перед разводным мостом. При заезде на паромную переправу следует выполнять все требования дежурного по переправе или специального матроса. При расположении транспортного средства транспортное средство в обязательном порядке необходимо затормозить соответствующим образом. А при выезде с паромной переправы следует соблюдать очередность выезда, а также тоже следует требованиям дежурного по переправе. Выезд на набережную обозначает выезд на набережную или берег водоема. Тоже относится к числу особо опасных участков дорог, поэтому повторяется вне населенного пункта. Чем же опасно выезжать на набережную или на берег водоема? Ну, во-первых, набережная может быть расположена под прямым углом и придется резко маневрировать. А дорога, которая расположена вблизи большого водоема, она может достаточно быть мокрой из-за захлеста волн, влажный из-за того, что влажность просто высокая, туманы в низинах и так далее, и так далее. Поэтому скорость необходимо снижать. Если это просто берег водоема, то дорога вообще не будет иметь продолжения. Просто выезжаем, вот как сейчас здесь, на водоем, и все, дороги больше нет. Кроме того, если дорога проходит вдоль водоема, в зимнее время, поздней осенью, ранней весной, на дороге возможно образование наледи из-за высокой влажности, а также из-за того, что ветер дует со стороны водоема, то же самое приносит какую-то дополнительную влагу, и она остается в виде льда на поверхности дороги. Также вблизи водоемов могут особую опасность представлять резкие порывы бокового ветра, так как мы выезжаем на открытый участок местности, причем чем больше водоем, площадь водоема, тем действительно это может быть опаснее. Дорожный знак «Опасный поворот». Предупреждает водителя о приближении к закруглению дороги малого радиуса или с ограниченной обзорностью. То есть здесь опасности следующие. Первое, мы не видим дорогу в направлении движения. Второе, это то, что нам придется двигаться по дуге малого радиуса, на которой достаточно сильное может быть воздействие центробежной силы, что опасно потере управления автомобилем. За границей, как правило, применяются дорожные знаки «Опасный поворот» с изображением стрелы без наконечника. Такое старое изображение дорожного знака «Опасный поворот». «Опасные повороты». Здесь уже участок дороги с двумя и более опасными поворотами, расположенными один за другим. То есть направление первого поворота указано на знаке. Мы это видим. То есть ближайший опасный поворот направо. В чем состоит опасность движения по такому участку дороги? Опасность состоит опять-таки в том, что мы не видим дороги впереди себя. Управлять автомобилем сложно. Необходимо сбавлять скорость для того, чтобы центробежная сила не вынесла нас с поворота. Ну и также опасным участком является участок, где направление центробежной силы меняется на противоположное. То есть сперва у нас была правая центробежная сила, затем левая центробежная. То есть в момент перехода автомобиль может тоже потерять устойчивость, когда резко меняется направление приложения сил. Если поворотов больше двух, то есть от трех и более, знак может применяться либо с табличкой, указывающей протяженность опасного участка с поворотами, либо с табличкой, которая будет указывать непосредственно количество поворотов на данном участке. То есть на данном участке у нас четыре опасных поворота. За границей тоже знаки могут применяться как самостоятельно, так и с табличками, указывающими протяженность опасного участка, и с табличками, которые будут указывать непосредственно количество опасных поворотов. Кстати, о загранице. Сейчас достаточно затруднительно путешествовать на автомобиле за рулем, но надеемся, что в скором будущем каждый из вас сможет свободно перемещаться и посещать страны как Европы, так и Азии. И может быть те знания, которые вы подчеркнули сегодня, вам помогут. Хотелось бы услышать ваши отзывы о том, насколько вам это интересно и считаете ли вы полезным то, что мы сравниваем наши правила дорожного движения с правилами дорожного движения других стран. Крутой спуск. Чем опасен для водителя крутой спуск? Тем, что если вы двигаетесь на нейтральной передаче, автомобиль начнет фактически неуправляемо разгоняться вниз. Придется прибегать к помощи тормозов, тормоза могут перегреться на спуске. Плюс ко всему, когда мы движемся на спуск, очень опасными являются повороты, как раз таки вот то, что мы здесь видим, потому что высока вероятность опрокидывания автомобиля на повороте. Если мы не считаем, что наша страна достаточно холмистая, то вот как раз таки сейчас необходимо особое внимание уделить тем странам, где дороги горные. И действительно спуски могут быть чрезвычайно опасными. У наших водителей нет опыта движения по горным дорогам, и водители прибегают к помощи тормозов там, где местные жители тормозили бы двигателем. То есть на какой-то передаче мы затормаживаем автомобиль. Водители грузовых автомобилей прибегают к горному тормозу. Выезжая за границу, вы должны знать, что на горных дорогах имеются специальные аварийные полосы, которые помогают остановиться автомобилям, у которых отказали перегрелись тормоза на спуске. Мы этот знак с вами еще будем проходить, но на данный момент мы видим даже специальные плакаты, которые стоят на горных дорогах и предупреждают о перегреве тормозов. Несмотря на то, что знаки крутой спуск и крутой подъем устанавливаются на положенном расстоянии, который мы знаем, 150-300 метров вне населенного пункта, 50-100 в населенном, если подъемы и спуски чередуются непосредственно друг за другом, то знаки будут устанавливаться непосредственно в начале спуска или в начале подъема. Ну и соответственно переходим тогда сразу к знаку крутой подъем. Чем опасен крутой подъем? В первую очередь тем, что водитель может неправильно выбрать скорость для преодоления крутого подъема, особенно на загруженном автомобиле. Опять-таки ввиду недостаточного опыта движения по таким дорогам. Здесь необходимо учитывать, что если ваш автомобиль перегружен, то передачу следует выбирать исходя из простого правила. Чем круче подъем, тем ниже передача. То есть не надо стесняться переходить на четвертую передачу или третью, или даже вторую, в зависимости от крутизны подъема. Скользкая дорога. Дорожный знак устанавливается на участках дорог, где коэффициент сцепления не соответствует расчетным данным и скоростным ограничениям, установленным для данных дорог. Также этот знак может устанавливаться, где возможен вынос грязи, глины с прилегающих территорий, и из-за этого также возникает повышенная скользкость на проезжей части дороги. Знак может применяться с табличкой зоны действия, а повышенной скользкости могут предупреждать водителя специальные световые табло, установленные на дорогах. Нелюбимое многими водителями явление на дороге искусственная неровность. Данный знак предупреждает об участке дороги с установленной искусственной неровностью или искусственными неровностями на проезжей части дороги. Как правило, устанавливаются искусственные неровности перед пешеходными переходами, либо местами, где возможно появление детей на проезжей части дороги. Если знак применяется на расстоянии, отличающемся от того, который мы с вами, я думаю, уже выучили, для ненаселенного пункта дороги 150-300 метров 50-100 для населенного пункта, то он применяется с табличкой, указывающей точное расстояние до ближайшей искусственной неровности. Если на участке дороги несколько искусственных неровностей, знак может применяться с табличкой, указывающей расстояние от первой искусственной неровности до последней на данном участке дороги. Дорожный знак 1.16.2 «Неровная дорога» предупреждает водителя о приближении к участку дороги с неровностями на проезжей части в виде волн, наплывов или гребенки. Знак достаточно коварный, потому что мы не знаем, насколько эти неровности не позволят двигаться с максимально возможной скоростью, поэтому снижайте скорость. Иногда стоят знаки ограничения скорости, пожалуйста, не игнорируйте их, можете остаться реально без подвески. О протяженности опасного участка говорят таблички «Зона действия». Неровности могут быть не только поперечными, но и продольными в виде колейности. Особенно колея опасна при движении на высоких скоростях, а также при движении во время дождя, так как внутри колеи скапливается вода, что может спровоцировать явление аквапланирования. Насколько неровные дороги могут быть? Ну, в общем-то, до безграничности дороги могут быть очень плохими. Знак 1.16.3 «Неровная дорога» предупреждает водителя об участке дороги, имеющем неплавные сопряжения с покрытием дороги в виде наплыва или бугра. На Украине, допустим, этот знак так и называется – бугор. Данный знак устанавливается перед мостовыми сооружениями, которые имеют неплавное сопряжение самого мостового полотна с дорожным полотном перед ним и после него. Знак 1.16.4 «Неровная дорога» предупреждает водителя о приближении к участку дороги, имеющему повреждение покрытия в виде отдельных выбоин или просадок. Тоже достаточно очень опасный участок, где можно погнуть диски колес, опять-таки повредить подвеску. Отдельные выбоины, просадки могут быть не заделаны, могут быть заделаны вот таким вот кустарным образом, но в общем-то в любом случае движение по такому участку будет весьма и весьма некомфортным и опасным. Еще один опасный участок дороги – это участок, на котором возможен выброс щебня из-под колес автомобиля. Данный знак устанавливается на участках дорог с усовершенствованным покрытием, потому что на дорогах без усовершенствованного покрытия он весь такой, где возможен выброс каких-то камней, грязи, щебня из-под колес автомобиля. Поэтому устанавливается он только на участках дорог с усовершенствованным покрытием, на котором возможен выброс щебня из-под колес транспортных средств. В частности, когда идет формирование шероховатого слоя поверхности на дороге во время ремонтных работ, либо когда ведутся работы по выравниванию поверхности, когда срезаются фрезой колейность, какие-то выбоины выравниваются на проезжей части, тоже остается достаточно много щебня, камней, которые могут лететь и повредить как стекла автомобиля, так и его внешние световые приборы. В такой ситуации можно только посоветовать увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, стараться не идти на обгон и увеличить боковой интервал до встречных транспортных средств. Дорожные знаки группы 1.18 – сужение дороги. Предупреждают водителя о том, что на данном участке происходит сужение дороги с двух сторон, справа, слева. Точно так же и временные дорожные знаки с двух сторон, сужение дороги справа, сужение дороги слева. Обращаю ваше внимание, что на некоторых участках дорог при применении таких знаков мы не видим реального сужения проезжей части, но дорожный знак называется сужение дороги, а не проезжей части. То есть в данных местах сужается или вообще исчезает обочина, может быть существенно сужен тротуар и так далее. То есть мы можем ожидать появления на проезжей части дороги пешеходов, велосипедистов. Некоторые транспортные средства двигаются по обочинам, соответственно в этих местах они выезжают с обочины. Это гужевые транспортные средства, могут водители мопедов двигаясь по обочине, затем выехать на проезжую часть. Именно в таких местах. То есть в любом случае место опасное, как тем, что оно может быть действительно препятствием для встречного разъезда безопасного, ну и также может предупреждать о том, что на проезжей части дороги могут появиться те же самые пешеходы, тихоходные транспортные средства, велосипедисты и так далее. Следующий знак – двустороннее движение. Начало участка дороги или проезжей части дороги со встречным движением, после участка дороги с односторонним движением. Для того, чтобы не ошибиться в билетах, когда будет вопрос на вот этот знак, вы должны всегда помнить, что знак-то у нас предупреждающий и стоит он заблаговременно. То есть вот на данном участке, в населенном пункте до начала двустороннего движения еще от 50 до 100 метров. Поэтому, допустим, развернуться на этом участке дороги ни в коем случае нельзя. Это еще участок с односторонним движением. Знак предупреждающий установлен заблаговременно. Запомните, пожалуйста. Дорожный знак «Впереди пешеходный переход» предупреждает водителя о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Почему к нерегулируемому? Ну, потому что светофорный объект, он и так заметен хорошо, особенно в пасмурную погоду, в темное время суток. То есть он виден издалека. Здесь же у нас нерегулируемый пешеходный переход, который, возможно, сразу водитель и не обнаружит. Особенно, если знак стоит в условиях ограниченной обзорности, разметка стерлась и так далее. Поэтому только нерегулируемые пешеходные переходы приближения к ним обозначаются данным знаком «Впереди пешеходный переход». Следующая опасность – дети на дороге. Данный знак «Дети» предупреждает об участке дороги, на котором возможно появление детей с территории детского или иного учреждения, прилегающего непосредственно к дороге. Опасность ведь состоит не только в том, что дети появляются на дороге. Они могут появиться где угодно. Опасность в том, что здесь возможно массовое появление детей. А дети в группе, как правило, менее дисциплинированы. Ребята особенно стараются как-то выделиться среди своих сверстников, в том числе и излишней бравадой, и хулиганством фактически на дороге. Если мы готовы к тому, что возможно массовое появление детей в населенном пункте, то вне населенного пункта – это достаточно редкое явление. Поэтому такие знаки вне населенных пунктов повторяются. То есть первые становятся на расстоянии 150-300 метров, повторные – 20-50. Чаще всего мы можем их видеть возле детских оздоровительных лагерей. Знаки могут выполняться на фоне предупреждающих счетов, соответствующими надписями. Есть различные вариации по виду данного знака, когда знак сам превращается в плакат. Достаточно интересные манекены можно встретить вблизи пешеходных переходов, которые расположены возле школ и детских садиков. За границей также очень обеспокоены таким явлением, как массовое появление детей на дороге. Поэтому мы можем видеть самые различные варианты данного дорожного знака, где мы видим школьников, детей, выбегающих на дорогу, явно детей юного возраста совсем и так далее. Пересечение с велосипедной дорожкой. Знак предупреждает о том, что впереди место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью дороги. Если такое пересечение не обозначено знаками приоритета, или не оборудовано светофорами, или светофоры в данный момент выключены, то в данном месте велосипедисты обязаны уступить дорогу движущимся транспортным средствам. Проблема только в следующем. В том, что велосипедисты зачастую не знают правил дорожного движения, уверены наоборот, что им обязаны все остальные уступать дорогу. Поэтому нам, водителям, нужно быть в таких местах крайне внимательным и осторожным. Велосипедисты могут двигаться на очень высоких скоростях. Плюс ко всему, в данных местах могут двигаться на высокой скорости водители электросамокатов, гироскутеристы и так далее. Дорожный знак 1.23. Дорожные работы. Участок дороги, на котором в установленном порядке выполняются ремонтные и другие работы. Данный знак предупреждает о приближении к очень опасному участку дороги и входит в число тех, которые дублируются вне населенных пунктов. То есть первый устанавливается на расстоянии 150-300 метров, повторный 20-50. И более того, знак по-своему уникальный, потому что он единственный из всех дорожных знаков, дублируется, а точнее повторяется, и в населенном пункте. Первый на расстоянии 50-100 метров до начала производства ремонтных работ, а повторный устанавливается непосредственно у начала проведения ремонтных и других работ. Допускается его применение на первом ограждающем или направляющем устройстве. Почему данный знак считается самым, пожалуй, опасным из предупреждающих? Дело в том, что дорожные рабочие не являются участниками дорожного движения. Они могут находиться на проезжей части дороги или непосредственной близости от нее, совершенно не обращая внимания на характер движения транспортных средств. То есть они могут быть действительным препятствием для движения любого водителя. Они могут внезапно появиться на проезжей части, внезапно выйти под движущееся транспортное средство. То есть это основная опасность. Вторая опасность состоит в том, что на каких-то участках ремонтных работ может вообще не быть проезда в данный момент и придется остановиться, искать объезд или объезжать препятствия. Препятствие может быть и подвижным. То есть во время производства каких-то работ автомобиль или самоходное транспортное средство, колесный трактор, который выполняет дорожные работы, тоже может быть обозначено дорожным знаком дорожные работы. Либо такой автомобиль выставляется для прикрытия места производства дорожных работ, чтобы каким-то образом обезопасить тех самых дорожных рабочих. Дорожный знак «Перегон скота» обозначает участок дороги, на котором возможно появление домашних животных. Как правило, эти места согласуются с госавтоинспекцией и оборудуются для перегона скота через автомобильную дорогу. Следующий знак «Дикие животные». Если мы можем согласовать и указать домашним животным, где переходить дорогу, то вот с «Дикими животными» немножко все сложнее. Данный знак обозначает участок дороги, проходящий по территории заповедников, охотничьих хозяйств, лесных массивов, на котором возможно появление «Диких животных». Устанавливается он в первую очередь в тех местах, которые связаны с миграцией «Диких животных». То есть это пути миграции. Ну и для того, чтобы вам было немножечко повеселее, я вам покажу дорожный знак с очень-очень точной зоной действия. То есть вот так вот в Светлогорском районе обозначает пути миграции «Диких животных». Дикие животные представляют достаточно большую опасность при их внезапном появлении на дороге, особенно в темное время суток, когда мы различаем диких животных на очень-очень маленьком расстоянии. Столкновение с крупным диким животным может привести к тому, что автомобиль уже не будет подлежать восстановлению, кроме всего прочего, тяжелые увечья водителя и пассажиров, сидящих спереди. Иногда это заканчивается и летальным исходом, как для животного, так и для людей. Самым опасным животным, крупным животным на наших дорогах, который часто попадает под колеса автомобиля, является лось. Именно поэтому, возможно, вот в Эстонии мы видим, что на знаке «Дикие животные» изображен именно лось, а не благородный олень. Дорожный знак «Падение камней». Не совсем актуальный знак для наших дорог, поэтому мы рассмотрим его только на примерах именно зарубежных стран. Применяется он, как правило, на горных дорогах, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней. То есть явление это достаточно внезапное. В любой момент на такой дороге может появиться препятствие, которое не будет, естественно, ничем обозначено и будет достаточно опасным для движения других транспортных средств. Двигаясь по дорогам, обозначенным такими знаками, будьте внимательны и осторожны. Боковой ветер. Участок дороги, на котором возможен сильный боковой ветер или его внезапные порывы. Как правило, это выезд на открытый участок местности, допустим, из леса на поле, на берег водоема, из дорожной выемки на насыпь и так далее. О сильных порывах бокового ветра могут предупреждать специальные световые табло. Низколетящие самолеты. Участок дороги вблизи аэродромов, либо над которым прилетают самолеты или вертолеты на небольшой высоте. Какая опасность подстерегает водителя на таком участке? Первое, о чем мы всегда говорим, это о том, что водитель может испугаться, когда над ним с грохотом взлетает или садится самолет. Может дернуть руль, не справиться с управлением. На самом деле опасность есть еще и другая. Дело в том, что летящий самолет или вертолет очень сильно отвлекает внимание водителя. Причем отвлекаются в равной степени как водителей других попутных автомобилей, так и встречных. Сами понимаете, к чему это может привести. Нечего глазеть на самолет, летит себе и летит. Смотрим на дорогу, контролируем дистанцию и боковой интервал. Аварийно опасный участок. Участок дороги, на котором часто совершаются дорожно-транспортные происшествия. Такие участки еще иногда называют заколдованными, когда без каких-то определенных причин именно вот этот участок дороги является участком концентрации ДТП. Но в каких-то ситуациях, в принципе, это вполне объяснимо. То есть это могут быть опасные повороты, участки дорог с ограниченной обзорностью, участки, проходящие через населенные пункты и тому подобное. Такие знаки часто дополняются специальными табличками, которые поясняют, какой вид опасности имеется на данном участке дороги. То есть наезд на пешехода, наезд на велосипеды, столкновение автомобилей. Вот такой вот знак. Опрокидывание автомобилей. Либо сразу несколько видов дорожно-транспортных происшествий. Также могут применяться текстовые таблички, которые тоже говорят, какая конкретная опасность имеется на данном участке дороги. Знак, подобный белорусскому, обозначающий аварийно-опасные участки, встречается не часто за границей. В частности, он встречается в Литве и в некоторых балканских странах. Чаще всего за границей вместо точки применяется восклицательный знак. Но об этом знаке мы с вами поговорим немножечко позже. Насколько позже, спросите? Прямо сейчас. Итак, знак «Прочие опасности». Опасный участок дороги, который невозможно обозначить другими предупреждающими знаками. То есть у нас знак этот применяется вот в таких случаях, когда никак по-другому данную опасность невозможно обозначить. Причем мы сами и не знаем, что это за опасность. В данной ситуации вот мы должны чего-то бояться, двигаясь по данному участку дороги. Иногда применяются текстовые таблички, которые уточняют, какая опасность нас подстерегает на данном участке. То есть вот, допустим, выезд пожарных автомобилей. Где-то из-за угла, с сиреной, с маячками вылетают. В общем-то, надо им уступать дорогу. Либо происходит окоска травы. То есть летят камушки мелкие, которые могут повредить стекла автомобиля. И так далее, так далее, так далее. О каких-то опасностях тоже может предупреждать световое табло. Что касается знака «За границей», я вам говорил уже, что он применяется и как обозначающий аварийно-опасные участки дороги, так и для обозначения тоже прочих опасностей, которых невозможно обозначить другими знаками. То есть начало разделительной полосы, неплавное сопряжение с проезжей части, выезд также спецавтомобилей, работа специальной техники по расчистке снега. Дорожные знаки группы 1.31. Направление поворота. Знак 1.31.1 обозначает направление движения на повороте дороги малого радиуса с ограниченной обзорностью. Также применяется для обозначения объезда препятствия, объезда центрального островка на перекрестке с круговым движением. Обратите внимание, как за границей может быть обозначен объезд центрального островка на перекрестке с круговым движением. То есть фрагментами такими вот. В Нидерландах вот такой вот интересный знак. Ну и помните, что в некоторых странах Европы организовано левостороннее движение. Знак 1.31.2 также обозначает поворот малого радиуса закругления. Может применяться для обозначения объезда препятствия. Дорожный знак 1.31.3 предназначен для указания направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Для этих же целей могут применяться знаки 1.31.1 и 1.31.2. Знак 1.31.4 показывает направление поворота малого радиуса с ограниченной обзорностью. То есть фрагменты знаков 1.31.1 и 1.31.2, которые выставлены по траектории движения, очень помогают ориентироваться на дороге, особенно в темное время суток и в неблагоприятных условиях. Знак 1.31.5 это фактически фрагменты знака 1.31.2. Также обозначают траекторию движения на повороте малого радиуса закругления с ограниченной обзорностью. Дорожный знак 1.32 опасная обочина. Информирует участников дорожного движения о приближении к участку дороги с заниженной или разрушенной обочиной, то есть состояние которой не соответствует требованиям государственных стандартов. Либо к участку, на котором на обочинах ведутся какие-либо работы. То есть мы видим вот работы по ремонту обочины ведутся. Ну и видим опять-таки состояние обочины не совсем соответствует стандартам. Затор на дороге. Данный знак предупреждает о приближении к участку, где в связи с проведением каких-либо дорожных работ возможно образование заторов. То есть в данный момент может там затора и нет, но если вы предполагаете, что интенсивность движения достаточно высока, то он там скорее всего будет. Необходимо поискать пути какие-то объезда данного участка, чтобы не стоять в общем заторе. За границей, кстати, могут применяться и другие знаки с табличкой, обозначающей затор. Или своевременно водители могут информироваться об этом с помощью специальных световых таблом. Сезонные миграции земноводных. Данный знак устанавливается перед проходящими по территории заповедников, охотничьих хозяйств или лесных массивов, участками дорог, на которых имеют место факты массового выхода на дорогу земноводных. Знак устанавливается с табличкой «Зона действия». Чем опасны миграции земноводных для водителя? Как бы кощунственно это ни звучало, но ухудшением коэффициента сцепления с проезжей частью дороги. Действительно, когда по сезонной миграции земноводных проедет несколько автомобилей, дорога будет очень скользкой. Рассмотрим некоторые предупреждающие знаки, которые за границей встречаются, а у нас нет. Но в принципе могут появиться. Первый – это знак «Тоннель». У нас этого знака нет просто потому, что нет тоннелей. Есть несколько планов реконструкции уличной сети того же самого Минска со строительством тоннелей. Предполагалось, что тоннель будет прорыт в городе Березенок, когда строилась трасса на Могилев. То есть дело за маленьким. Появится в Беларуси тоннель, появится и знак. И другой знак – «Осторожно, пешеходы». Пока что у нас встречаются только плакаты, которые предупреждают о том, что имеет место массовое движение пешеходов по дороге. Во многих странах Европы есть вот такой вот знак, на котором, в отличие от знака «Впереди пешеходный переход», нет обозначения перехода. Он предупреждает о том, что по дороге возможно массовое движение пешеходов. То есть на каких-то участках, вот как, допустим, на этом, пешеход будет вынужден выйти на проезжую часть дороги. Поэтому водитель должен быть осторожен. А теперь подытожим и повторим то, что я вам уже сегодня рассказал. Итак, все предупреждающие знаки треугольной формы устанавливаются вне населенного пункта предварительно, за 150-300 метров до начала опасного участка дороги, а в населенном пункте на расстоянии 50-100 метров до начала опасного участка. При необходимости, если начало опасного участка дороги скрыто от водителя крутым поворотом или из-за иных каких-то причин, эти знаки могут быть установлены на ином расстоянии, которое будет указано в табличке 7.1.1 «Расстояние до объекта». Вне населенных пунктов повторяется 6 предупреждающих дорожных знаков. Запомнить их легко с помощью запоминалки, которая звучит следующим образом. «Две железки, две воды, дети и рабы». То есть вот мы видим две железки, два ЖД переезда, две воды, два знака, содержащие изображение воды, дети, собственно говоря, ну и работники, выполняющие на дороге в установленном порядке какие-либо работы. При этом знак дорожной работы повторяется в населенных пунктах и устанавливается первый на расстоянии 50-100 метров, а повторный знак, мы видим, устанавливается непосредственно у начала производства ремонтных или каких-либо других работ. Отдельно рассмотрим дорожные знаки, которые устанавливаются не заблаговременно, а непосредственно перед опасным участком дороги или на нем. Это знак однопутная железная дорога, многопутная железная дорога и дорожные знаки группы 1.31 направления поворота. Можем видеть, что они устанавливаются непосредственно на поворотах, на перекрестках, по траектории поворота. И вспомним также дислокацию знаков приближения к железнодорожному переезду. По принципу обратного отсчета 3, 2, 1 по правой стороне и точно так же по левой стороне 3, 2, 1. Общая дислокация знаков выглядит таким вот образом. Мы помним, что первые знаки у нас установлены за 150-300 метров, повторные за 20-50 и знаки посередине с двумя полосочками у нас делят расстояние пополам между установленными знаками. Как выглядит приближение к железнодорожному переезду мы сейчас посмотрим. На этом на сегодня все. Берегите себя и помните, что основной враг водителя это скорость. Контролируйте скорость движения и тогда у вас всегда будет и время и расстояние для того, чтобы правильно среагировать на появление опасности на дороге.